Ушанка для русского человека больше, чем просто шапка. Кто помнит, подтвердит, что совсем недавно было принято складывать ушанку на ночь в холодильник, чтобы сохранить мех. В ушанках же показывают и русских людей в Голливуде. Ушанка, она и в Африке ушанка, либо просто шапка. Часто ее называют русской шапкой. В англоязычных странах есть слово ear flaps, но по словам самих жителей этих стран используется оно редко. Чаще всего употребляются слова ошанка, Russian furhead и шапка. Даже в словаре The Dictionary of Russia в Кабакчи. Англо-английский словарь русской культурной терминологии указывается, что слово ear flaps в той же Америке используется редко. Из самых распространенных вариантов, шапка, также используется слово ашанка или ушанка. Оно стоит в ряду таких варваризмов, как колбаса, валенки, анти. Есть разные версии о происхождении русской шапки-ушанки. Одна из основных, что ушанку в русскую моду привнесли монголы. В рамках этой версии происхождения русская ушанка стала наследницей Малахая, головного убора монголов, который не только защищал их от стуженных ветров степей, но и служил защитой в бою. Малахай делались из толстой овчины и вполне могли спасти воина от шашечного удара вскользь и даже от стрелы, уже пролетевшей пик своей скорости. Малахай претерпел развитие. Его отворота стали разрезать на три части, чтобы во время потепления можно было поднимать их наверх, завязывая на макушке. Существует также и другая версия, поморская. По ней русская ушанка стала наследницей краеугольного камня поморской моды шапки-цебаки. Она представляет из себя ту же меховую шапку, шлем с длинными ушами, которые могут доходить до пояса. В сильный мороз и ветер ими удобно обвязывать шею, как шарфиком. Предполагается, что к поморам цебака перешла от саамов. Таким образом, у такой привычной нам ушанки есть два возможных пути проникновения в русскую культуру – северный и южный. Мы придерживаемся срединной версии и не отрицаем ни первый, ни второй путь. Страна у нас большая, влияния могли быть и одновременными. Вплоть до начала 20 века шапка-ушанка была предметом гардероба преимущественно крестьянского. У Льва Толстого в шапке-ушанке ходит филипок. Назывались эти шапки труехами и магирками. Однако непростые условия, в которых оказалась наша страна в начале века, заставили людей военных снова обратить на ушанку повышенное внимание. В условиях проведения боевых действий в зимних условиях ничего лучше ушанки не придумаешь. Поэтому для белогвардейцев-колчаковцев ушанка стала ходовым головным убором. Надо, впрочем, сказать, что второе пришествие уже известной в России шапки снова произошло от наших соседей. Прототипом для колчаковки была нансеновка – шапка норвежских полярников, а те ее позаимствовали в свое время у обитателей Гренландии. Нужно сказать, однако, что колчаковки обычно шились не из меха, а из сукна. Суконным был и козырек ушанки. Сукно часто было японским, а шились сами шапки массово в Англии. В СССР ушанку модифицировали. В 1934 году она стала головным убором морского флота. Приказом наркома ВМФ через пять лет суконный колпак ушанок заменили на кожаный. Шапки высшего и старшего командного состава в те годы шили из меха мерлушки черного цвета, а шапок среднего комсостава из сверхсрочнослужащих – из меха цигейки черного цвета. Еще через год, в 1940 году, шапка ушанка стала зимним головным убором армии и милиции. Его делали из светлой овчины, однако на флоте ушанки по-прежнему оставались черными. Во времена так называемого застоя шапка ушанка снова стала русским культом. Саму Россию и русских именно в то время стали стойко ассоциировать с этими шапками. Их толкали фарцовщики иностранцам. Немного позже ушанки стали появляться на головах русских героев в голливудских фильмах.